КОНЕЦ СВЕТА 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 Не представляю. Вообще? Не задумывались об этом? Никак. Представления не имею. А если бы была возможность подготовиться, готовились бы к этому? Нет. Все равно никто не выживет. То есть к Новому году готовитесь? Да. Если возможно. Скажите, вы слышали, что 21 декабря объявлен конец света? Да, слышала. А верите в такую возможность? Нет. А почему не верите? Ну, я христианка, я читаю Библию, знаю, что нигде не написано, когда будет конец света. Никто не знает об этом. А если бы была такая возможность подготовиться, вы бы готовились к этому каким-то образом? Я думаю, что это бесполезно. Ясно. И если все-таки конец света, ну, может быть, да, все-таки в Библии он предсказан. Каким вы себе его представляете? Что это будет? Какие-то разрушения? Что у вас там наступит? Ну, вообще очень сложно. Это все записано в книге Откровений. Но, по крайней мере, признаки последнего времени уже, как бы, я думаю, что есть. Это вот даже озлобленность людей какая-то. Поэтому, ну, вообще должно быть страшно, потому что написано, что Христос, он должен прийти, как бы, ну, это принесет какие-то разрушения, конечно. Мы проводим опрос, мы спрашиваем, верите ли вы в конец света, который вот намечен на 21 декабря. Нет. Не верите? Нет. А почему не верить? Почему считаете, что это невозможно? У нас планы. Какие? В следующий год. Ну, никак. Большие. У нас три свадьбы, похороны, и что-то там еще. Ясно. А если бы все-таки конец света наступил, каким бы вы его представляли себе? Что бы это было? Что для вас, как бы, света? Отключили байонет вначале. Заболили контакты. У нас уже начался. Столовая в туме закрылась бы. Ага. Почему не верите? Ну, потому что жить хотим. Не верим. Еще скажите, если бы конец света все-таки наступил, как бы он выглядел, как бы вы его себе представляете? Без понятия. Мы не верим, поэтому я никак не могу сказать. У нас маленький ребенок, мы только как бы за то, что... Вы верите ли вы конец света, который назначен на 21 декабря? А почему не верите? Да, как-то... Даже если он и будет, ты уже как бы никуда от него денешься. А вообще нет? Не верите. А если бы он все-таки наступил, каким бы он был, как бы себе представляете? Что бы это было? Ну, думаю, что какие-то природные катаклизмы. Да? Да. Готовились бы к ним, если была такая возможность? Нет. Нет? А все равно не спасешься. Ну, что уже? Что уже? Конец света, который намечен на 21 декабря. Ну, конечно, верим. Все СМИ говорят, все прогнозируется, столько данных, ученые. Поэтому народ готовится во все. А вы вы лично готовитесь? Мы готовы. Как? Ну, как? Вот, в очередь, в среде, как придет, так мы будем его встречать. Ясно. А еще скажите, вот... Нам повезло, мы живем в том регионе, где он минует. Почему еще раз? Поясните. Ну, я просто не слышала этого. Ну, если вы видите, ну, интересно просто ваше мнение. Вы слышали о таком течении Виссарионов? Нет. Вот, не слышали. Они живут в Восточной Сибири. Ага. В определенном регионе. Ага. Ой, окрестно. И? Ну, вот говорят, что там минует конец света. А вы из этого? Апокалипсис минует. А вы из этого региона? Да. Мы именно вот, это, с Тувы. Ага. Ну, представляю себе, примерно. Это Хакасия, Тува. То есть вы, а еще знаете, скажите, вот конец света, что это будет, вот по-вашему? Ну, как это? Ну, пишут, что это будет, значит, как говорят, парад планет. Угу. Это сойдется, скажем, Земля, все это будет в одном уровне, находиться какое-то определенное время. Никто не знает, сколько точно все. Ну, есть небольшой ажиотаж, но люди относятся к этому спокойно. Угу. Говорят, что постарают больше всех Европа. Ага. Восточная Сибирь останется, потому что все-таки возвышенность и прогнозы такие, короче, от каждого региона исходят свои пожелания, все, кто как может к этому готовиться. Понимаете, ну, народ в основном относится к этому скептически. Ясно. Хотя ряд ученых доказывает, что непосредственно это должно быть. Все сходится, все на том. Поэтому. А вы вернятесь домой к этому моменту? Ну, конечно, обязательно. Ага. А вы в Брест проезды? Ну, да, мы проезды на несколько дней в Брест. Ну, я говорю, если что-то будет, у нас здесь много друзей, родственников, поэтому, конечно, бы не хотелось потерять связь с кем-то и чтобы кто-то пострадал в определенной там мере. Я думаю, что мы его тихо перенесем, переживем, все будет благополучно. Ага. То есть это будет конец света, я так поняла из ваших слов, что это просто конец электричества. Конец, да, как говорят, будет конец электричества. Но люди у нас запасаются, кто-то может, как это время перенести, каждый по-своему. Кто-то воду, кто-то это газ. Ну, у нас, в принципе, все природное. Мы живем в сельской местности, поэтому для нас это коснется так, косвенно. Для нас что свет, что вода, что тепло, это все не порог. Спасибо большое. Так что держитесь и вы тут не отчаетесь. Я слышу меня. Почему? Потому что никогда его не было и не будет. А если бы он все-таки произошел, то как бы это выглядело? Что бы это было, по-вашему? Его не будет все равно. Не будет все равно. Уверите ли вы в конец света, который намечен 21 декабря? Не будет света. Свет тогда, когда человек умирает. Тогда конец света. А так не может быть такого быть. А если бы он все-таки произошел, то как бы это выглядело, по-вашему? А ничего. Он как атомная бомба взорвется и все уничтожит. Раз не верите, то счастливого вам нового года. Чего я не верю? В конец света. Человек, вот вы умираете, вам в конец света. А, а такое вот для всех что бы? Такого не может быть для всех. Это же весь мир. То есть мир будет существовать? Кто-то где-то в скалу взорвется или что. Кто-то будет жить. Ясно. Спасибо. Ну, правильно, нет? Конечно. Не может быть. Спасибо. Спасибо.